Потихоньку, не спеша, на счет три. Раз, два, три, оп, сняли. Хорошо. Давай пять повторений. Он может поднять 140 килограммов, но пока строго под наблюдением тренера. Со штангой в руках Евгений Квашнин, ветеран боевых действий. Вернулся со спецоперацией и сразу в спортзал. Что самое интересное, что в форме пришел он хороший. То есть не было такого какого-то грандиозного провала. Ребята с бронегруппы нам помогли изготовить стоечки, принесли скамейку. Для амортизации мы постелили розовые коврики. У бочки свой функционал. Сюда мы складывали инвентарь, автоматы. Он ушел служить по контракту в январе 23-го. Атлет-пауэрлифтер в зоне проведения спецоперации не только себя поддерживал в форме, но и бойцов-сослуживцев приобщал к спорту. Мы с нашими ребятами, с нашими бойцами организовали такой некий импровизированный тренажерный зал. Как говорится, с миру по нитке. С каждой позиции ребята предоставили инвентарь, у кого что было. Это гири, это турники для подтягивания. Два, три, четыре. Евгений Квашнин будет представлять Тюменскую область от фонда «Защитники Отечества» на Кубке мира по пауэрлифтингу. Он пройдет в Санкт-Петербурге в День России. На одной площадке соберутся полторы тысячи сильнейших богатыри со всех уголков планеты. Задача у нас стоит подтвердить свой норматив кандидата в мастера спорта. Ну и, конечно, взять мастера спорта в дисциплине «Жим-штанги лёжа». Во-первых, это разгружает голову, помогает отвлечься от тяжелых воспоминаний. Ну и никому не секрет, конечно, это идет выработка эндорфинов, положительных эмоций. Тюменский богатырь в очередной раз готов доказать – в здоровом теле здоровый дух. Анастасия Лизаревич, Дмитрий Бурматов, Тюменская служба новостей.